Приветствую вас, Петлана. Давайте разберем ваш вопрос. Так, проблема заключается в том, что вы боитесь встреч с мужчинами. Вы постоянно откладываете встречи. Вот, ага. И еще останавливает вас от встреч то, что другие девочки могут быть лучше, красивее, чем вы. То есть вы сравниваете себя с другими девушками. Вот. Вы характеризуете себя как стеснительного человека. Вы характеризуете себя как человека нерешительного. Вы характеризуете себя как человека, у которого есть мечта. И вы характеризуете себя как человека, об этом вы, правда, не писали, как человек, который склонен себя контролировать, который боится рисковать, боится рисковать, боится ошибки. Вот. Ну, что можно сказать? Да, и вы еще написали, что это касается не только, вот, как бы личной жизни, да, но это касается и всей вашей жизни. Вы долго размышляете, долго не решаетесь, а когда решаетесь, то уже, как бы, возможность оказывается упущена. Ну, какие еще важные нюансы хочется озвучить? Ну, то, что в описываемом вам тексте вы общаетесь с мужчинами на сайте знакомых. В тексте вы говорите про то, что мужчина, которую вы упустили, возможно, был тот самый. И вы боитесь, что больше такого не встретите. Это очень важный момент. Вы знаете, в целом, ваша ситуация очень похожа на ситуацию забрета на успех. То есть, вот, в целом, вы запрещаете себе успешность. В целом, вы запрещаете себе какие-либо действия и вот это вот ощущение, что вы в пролете. Это как будто, знаете, вот действительно обидно. Действительно обидно, что вы в пролете. Обидно вам, потому что вы ожидаете, что, ну, есть какая-то ситуация. В этой ситуации нужно сделать выбор, нужно принять решение, нужно как-то поступить. Насчет у вас нормальный. Начинаете взвешивать заеброт. Вы знаете, вот, здесь можно было бы задать вопрос. Я начинаю взвешивать за и против. Как? То есть, каким образом мне приходит идея, мысль взвесить за и против? Зачем я это делаю? Что мешает, что осложняет мне возможность, например, просто сделать то, что я хочу. Это страх. Страх ошибки. Или незнание, чего вы хотите. То есть, это вот, невозможность выбрать. В первом случае страх ошибки, это высокие ожидания ваших близких. От вас это запрет на ошибку. Это в какой-то степени перфекционизм. То есть, требование от себя и от других людей быть идеальными. Вот. Ну, соответственно, понятно, что это нереально. Соответственно, понятно, что никакой возможности так поступать. Нет. Никакой возможности достичь этого невозможно. Ну, вот, как бы, этот запрет на неидеальность, он действует достаточно серьезно. И человек предпочитает не делать ничего, потому что знает, что идеально сделать он это не сможет. Вот, именно идеально. Ну, а неидеально делать не хочется. Ну, есть запрет. Вот. То есть, это вот такая примерно история. Ну, тут нужно смотреть. Как? Вот, может быть, вы не доверяете себе. Просто не доверяете себе, просто обесцениваете себя. Я считаю, что с вами сейчас не так. Ну, а вот, вы же как-то приходите к мысли о том, что себя нужно сравнивать с другими девочками, да? То есть, вот, почему-то вы это делаете. Вот. То есть, ну, есть люди разные. Все люди разные. Но по какой-то причине вы себя обесцениваете. Вы считаете, что с вами, ну, вот, что-то не так. Следующий важный момент. Вы общаетесь с мишиной на сайте знакомств. Мишина на сайте знакомств. Это дистанционно, это бобертуально. Как правило, люди приходят на сайты знакомств по некоторым причинам. А именно по причине, опять же, все того же страха серьезных отношений. И, понимаете, вот, есть даже ощущение, что серьезных отношений вы боитесь. Почему? Потому что. Вот и производится впечатление человека, у которого есть проблемы с личными границами. У которого есть проблемы с близостью. А вы производите впечатление человека, склонного быть ведомым. Да, вы отказываетесь, да, вы сопротивляетесь. Но это больше похоже на страх. То есть, вот страх, как-то опереться, может быть, на человека. То есть, вы боитесь, что обопрётится на мужчину, например. А он, как бы, не захочет вас удерживать, вот, и вы упадёте, что вы, вот, тут похоже на такой страх. Вот. Ну, тут, как бы, вот, именно из страха серьезных отношений. Либо вы боитесь отказа, что мужчина вас бросит, мужчина вас отвергнет. Это тоже проблематика идет из детства. С детства, из детско-радиторских отношений. Вот. В любом случае, некий негативный опыт, скорее всего, привел вас на стать знакомств. И этот самый негативный опыт, необходим прожить, проработать, убрать его негативное влияние на вас. Вот. Следующее. С мужчинами лучше общаться, все-таки, в реальной жизни. Не знакомиться на сайтах знакомств. Потому что на сайтах знакомств люди, ну, рассматривают друг друга как товар. Люди очень редко выстраивают серьезные отношения. Ну, вообще, на целом, изначально, серьезные отношения. А самое главное, людей мало что связывает. Значит, наличие общих интересов и мечты, в общем-то, мало что значит. Если в реальности вы не контактировали и в реальности вы не видели, как человек непосредственно взаимодействует с реальностью, с другими людьми, с собой, с какими-то, там, предметами, предметами материального мира и так далее. Вот. То есть, это очень важные моменты, на которые, к сожалению, вы, вот, не обращаете, не обращаете внимания здесь. А это очень важно. Это очень, очень, очень важно. Вот. Соответственно, опять же, чем обусловлен выбор сайт Ознакунс как площадки для Ознакула, для, собственно, взаимодействия с мужчинами. Ну, и последнее, это то, что у вас, вот, к концу текста, как будто наращивается, наращивается эмоциональность, нарастает, вы как будто начинаете паниковать немножко, вот, и пишете о том, что, значит, вот, боитесь, что вам такого человека не встретится, да, и так далее, и так далее. То есть, с одной стороны, идет идеализация у человека, который, контакт с которым у вас исчезли. С другой стороны, вы говорите про нуждаемость в отношениях, в отношениях, ее тоже нужно раскрыть. То есть, для чего вам, вообще, отношениях. Вот. Ну, и... С третьей стороны, это то, как вы себя чувствуете. То есть, если мужчина ушел, не захотел с вами общаться, а он оставил навстречу, то сами подумайте, что это может значить. Да, безусловно, вы вносите в клап, в то, что у вас не складывается взаимодействие с мужчинами. Это правда. Но, не нужно забывать, что вам нравятся мужчины, соответствующие. И если то, что вы боитесь серьезных отношений, или боитесь быть отвержены, правда, то, что вы подсознательно выбираете, вам нравятся те мужчины, которых с вами не будут. Потому что только они способны удержать вас от того, чего вы боитесь. Если вы одна, то и бросать вас, в принципе, некому. Ну, да, больно, да, грустно, да, обидно, но это не так страшно. Еще и, может быть, повод себя пожалеть. Ага. С другой стороны, вероятно, есть проблема с женской моделью поведения. Ее нужно выработать. Чем ярче женская модель поведения, тем ярче мужчина вас видит. Ну, например, если вы скромный человек, ну, если вы стеснительная девушка, то мужчину вы привлечете своей стеснительностью, своей скромностью, вот, мужчину вы привлечете, скорее всего, куда более, более, более агрессивного, куда, ну, агрессивного не в плохом смысле этого слова, да, а агрессивного, в смысле активного. Тут это просто более активный человек. Вот. Активного, энергичного, может быть, доминирующего. Вот. Потому что такой человек ищет именно кого-то, кто, ну, вероятно, знаете как, дополнял бы его. Именно дополнял. Не. Аммм. Я был бы для него, скажем так, конкурентом, а дополнял бы. Вот. Поэтому скромную девушку чаще всего растительная модель поведения. Если вас вот привлекает именно скромный образ. Это то, с кем вы себя видите. Вот. Что это вот именно такие мужчины. Именно такие мужчины. Потому что, опять же, с такой девушкой можно проявить свою силу, можно проявить свою какую-то вот находчивость, свою активность. И самое главное, что такая девушка не будет спорить, не будет кто-то конкурировать, да, с человеком. Вот. Тогда как, например, если оба спортера скромные, то, соответственно, это конфликты. Вот. Это недопонимание. Это привозность. Это, ну, вот, в общем, вот такой момент. Если у вас позиция такая более активная, да, если вас привлекает более активная позиция, то, соответственно, человек вам уже с другого плана подойдет. Да, то есть кто подойдет вот именно такой конкурент, может быть, партнер, вот. Может быть, более такой слабый, ну, более пассивный, в смысле, партнер. Вот. То есть, как видите, от модели именно женского поведения очень много зависит. И вполне вероятно, что ведь здесь как происходит. есть такие как происходит. А-а-а-а... Мравится человек, а, тут... Ну вот. Как. Правило. Я не говорю, что это прям вот... на сто процентов. Правда, да, я не говорю так ни в коем случае, не хочу сказать, это было бы не... ну, это было бы не просто. Ну-то, вот, значит, нравится тот, как правило, что происходит в той или иной степени, да, человеку, ну, под отношения, скажем так. Но если модель поведения не соответствует, если модель поведения не соответствует, ага, отличается от того, кто, ну, кто нравится вам в качестве партнера, вот, то, к сожалению, можно будет констатировать вот тот, ну, тот факт, что будут проблемы. Вот. Поэтому на данный момент, на данный аспект ситуации нужно обратить ваше внимание. Это то, что я хотел вам сказать. Ну, в целом, в целом, устраивать какие-то отношения, когда вы, ну, в какой-то степени не чувствуете себя самодостаточных, мне кажется, что совершенно очевидно, что недостаточные вы себя не ощущаете, ну, хотя бы, хотя бы в силу того, что сравнивают себя с, значит, с другими девушками, вот, мне кажется, мне кажется, что это не совсем подходящая позиция для отношений. Вот. Пока вы не разберетесь вот в этом плане с своими трудностями, как и тогда, с своими проблемами, своими переживаниями, вот, то, вероятно, в отношения вам, ну, тоже не будет получаться. А ваше подсознание, к примеру, будет вас защищать от, ну, от отношений, от отношений, вот, чтобы вы как-то не не испытывали еще больше, еще больше, еще больше, еще больше какого-то негатива. Так что, тут вот очень такая, я бы сказал, ну, деликатная история, тут такая вот, достаточно такой деликатный момент, вот, и на него, ну, значит, на этот вот деликатный момент вам необходимо обратить свое внимание, потому что в проективном случае могут быть серьезные проблемы. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что пищу для размышлений я вам дал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин